Первое китайское предупреждение. Председатель КНР отправился в Соединенные Штаты для дебютной встречи с Дональдом Трампом. О чем будут говорить и не повторится ли ситуация с Ангелой Меркель, когда общий язык два лидера так и не нашли. Дмитрий Анопченко подробнее об этом он в Вашингтоне. К этой встрече в Америке внимание просто невероятное. Все гадают, получит ли Трамп в лице Китая друга и союзника или врага, который виду не подаст, но обиду затаит. Встреча только по сути начинается, но информационные ленты уже полны разными и самыми противоречивыми заявлениями, прогнозами и оценками. Трамп будет продавать коренные интересы Америки по заниженной цене. Уже сейчас, до начала самой встречи, вынесла приговор Washington Post. Наоборот, президент в прямом диалоге запросто решит накопившиеся вопросы, парирует Fox News. И в Вашингтоне, и в Пекине рассказывают, чего ждут от этих первых переговоров. В Китае уверены, этот разговор настолько важен, что определит дальнейшее развитие двусторонних отношений. Новый американский президент был менее пафосен. Трамп сказал, встреча предстоит трудная, но очень важная. В итоге, чтобы не вышло так, как недавно с Меркель, когда два политика взаимной симпатии не почувствовали, а значит и общего языка не нашли, этот визит решено организовать абсолютно по-другому. Неформально и, скажем так, по-домашнему. Трамп пригласил китайского коллегу побывать вовсе не в Вашингтоне, а двое суток погостить вот здесь, в его флоридской резиденции, в Мар-Ларго. В Белом доме уже намекнули журналистам, не прогнозируют и не ждут особых результатов. Просто хотят наметить приоритеты на будущее. Каковы они, тоже понятно. Торговля и политика. Создать новые рабочие места, пожалуй, единственное, что может сейчас сделать Дональд Трамп, раз уж остальные его инициативы с мигрантами и здравоохранением тормозят. При Обаме абсолютно все, что продавалось в Штатах, было сделано в Китае. Ликвидировать этот перекос для Америки сейчас невероятно важно. А в Пекине уже намекнули. Готовы к многомиллиардным инвестициям. А еще Вашингтону нужен союзник, чтобы усмирить Северную Корею. Трамп заявлял, если что, Соединенные Штаты справятся с ней и самостоятельно, но от помощи не откажутся. Вот с такими ожиданиями и проходит первая встреча на высшем уровне. И здесь есть очень показательный момент. Дело в том, что всегда, традиционно, китайский лидер приезжал в Вашингтон лишь под конец первого срока американского президента. Пекин ждал 2-3 года, чтобы присмотреться к нему и его политике. И лишь сейчас китайцы решили все-таки не ждать. Слишком уж непредсказуем Трамп. И все ответы они хотят услышать из первых уст. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.